человек паук всем привет народ и мы прибыли с вами на сюжетное задание и сейчас я буду батей в здании и всем доброе утро орлы сейчас стал утром первое что я делал это запустил человека пука что же задание у нас называется двойное назначение лучше называлось двойное проникновение но ну что поделать как назвали так назвать и разъявите кнопка лайк и ребят если вы любите человека павука павук так поставь это кстати мусор спрессованный красиво выглядит так здесь двое засранцев как нам быть то есть вижу вот этот одинокий вон зря то одинокий волчара честно запали никакие спецспособности меня не помогут меня была мысль переключиться на нуарного паука на секунду во все все ребят нет все палево все придется включать мою сверхсилу так окей ребята все до свидос видите какие полезные способности евгена вот черт возьми твою мать заклеил лицо да чувак все до свидания черт возьми лох смотри сейчас 6-го полетел свинья блин приклеил жирного такими покончено что там за контейнер и помечен и видим опять загадки головоломки технологичный замок такие обычно в банках они в центрах переработки они что-то прячут надо понять к чему он подключен вот чему так а постой то с какой стороны панель наверное можно перегрузить схему электропаутина пойдет электропаутина похоже схеме нужно больше напряжения больше от меня просто расстреливать замок я жду мне просто замок расстреливать вот похоже схема еще стабильно еще электрощиток почти все еще одного хватит я уже сделал еще один попал только можно то попался может быть это значит что нет это значит что я еще и значит я дурачок так хорошо видимо сзади еще есть щиток вот здесь щиток-то находится не пойму просто я что-то я что-то не пойму где как бы здесь стрельнул здесь стрельнул а где еще щиток где еще щиток вот на стене я же по нему стрельну все видели я по нему стрелял ай-яй-яй-яй игра игра подводишь или жабы пошли забирайся павук паву черт а здесь что у вас что это сейчас было просто фокусы павучьи понты силючи давай я не понимаю то ли это то что я с утра играю то ли игра тупит верка сексуальная какая давайте откроем а зачем дверь я что я забыл я чек паук какие двери это черт возьми для людей смотреть здание хорошо уже осмотрю мастерская к самая ваш чёрт то что что вот черного оружия как лежит автоматом оружие из арсенала физка ясное дело него украли то что по нелогично что она сядет где им дольше ящики с надписью физка такая что здесь они планируют свои атаки это предвыборный штаб о сборна все пути начинаются с одного адреса в адреса значит я тут вижу но я не вижу на самой карте ну ладно сплошные высокие технологии позже переработаю кое-что тут в свое паучье оружие да похоже я видел паука в менюшке по похожую штуку так и ящик физк взрывчатка со стройки физка физк зря все-таки физка посадили конечно я думаю не было бы этих засранцев так что они в чем-то джеймисон правы как ребят считаете то есть паук виноват или не виноват что создал вакуум власти бомбы на колесах еще не хватало это не война бант демоны воровали у физка чтобы напасть на мэра озборна привет нашел ли нет но ты была права ли устроил тут штаб-квартиру демонов тут бомбы оружие и похоже они планируют новую атаку на сей раз на предвыборный штаб озборна у ли какой-то зуб на нормана озборна я нашел адрес похоже это место преступления если потороплюсь успею остановить их береги тебя что же будет беречь себя надо было присмотреться такой смартфон мартин ли и демоны планируют новую атаку на сей раз на предвыборный штаб озборна ты уверен за прошлую неделю было немало ложных следов поверь мне в этот раз высылаю адрес центра переработки отходов там все доказательства поняла я эвакуирую предвыборный штаб но если ты набрал будешь искать мне новую работу черт а вдруг а вдруг они не придут по все подстава лук мартин ли слишком умен для нас вот это вот это было бы что-то чё-то зя вдруг реально падение не будет хотеть сейчас будет иначе не интересно посмотрим как будто сейчас что-то будет как фильм ужасов или триллере с пятницы тряса кстати в этом году же перезапуск пятница тринадцатая 5 джейсон возвращается джейсон вурхезыч так что и группа же прожить на муртиса заморозили из-за авторских паровить закон всему виной закон зло с утра воду кстати очень полезно пить даже чуть-чуть я стал пить теперь и кофе этот шиппинг наши старые друзья куча народа нужно попробовать по-тихому впрочем стильно красивый машин ребят похоже на фидексовский ну правда в россии вроде фидекс не особо популярна так новый гаджет который мы с вами нашли теперь вы можете изготовить меня ловушку то что нашел в центре переработки игра все-таки немножко как по мне слишком что ли ведет нас и вот этот гаджет что странно как бы открыть самого начала оглушающая волна но какого-то хрена его нельзя изготовить потому что жетонов испытаний нихрена нет ох ты а вот этого не было отрывать врагов от земли и удержит их воздухе отлично оружие плохи шеи против них самих я кстати изначально ожидал что будет замедляться голос когда ты используешь вот это все а постой меня до сюда налепить окей друзья называется кармическим правосудиям это друзья называется человек-паук подвесил цель что-то они сейчас спалят меня наверное или нет или да так просканируем вот там чувак но его в принципе можно повесить и никто не заметит опасно он здесь опасно кто а кто меня увидит так опаньки тот чувак меня может видеть как бы принципе насчет того как быть чувак ты мер ты мертв безопасно вот такой вот стелс так там два супера позаберемся повыше сниперы да ясно трусы кто не любит снуперов не но я понимаю как в твоей команде и снайпер ты ему конечно любишь чё джо 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 саша саша это не серёжа так китайский язык довольно смешной кстати давайте включим тишину и посмотрим что будет если так кстати насчет костюма я же в этом костюме уже был на прошлом задании пора менять кость тюм и мы это можем у нас есть очки костюм тайная война новый костюм усиленный электромагнитным импульс оглушающих врагов вводящий оружие из строя ребят надеюсь вам нравится тема со сменой костюмов просто записывал это все заранее как бы спросить вас не могу но надеюсь потом в комментариях прочту усиленную электромагнитным оглушающих врагов водящих строя их оружие доте поэкспериментируем с этой темой нет постойте постойте экспериментировать мы будем с другой темы я я же включил steels режим потом переключим также лучший костюм активно и меняются собственным на ходу выключаем выключаем телевизор мама пришла вырубай тв я хочу путина посмотреть не выключать телевизор пожалуйста узнать про пенсионную реформу все ну собственно то так возьми то так возьми это засранец откуда вырубился чувак чайна мэн да понятно я собственно сам делишний звук тишины так тот чувак следил за тем чего где кусачки сачки в попе у тебя застряли так хорошо иди сюда человек не должен был палиться павук ладно все достаточно звук тишины переключаем на новую функцию оглушающий удар бога пауков хопа вот это пробитие даже эффективнее паутина может проходит через 3 уже нет проверю внутри грубо потому просто открыть двери нет же их надо было сломать так ли так ладно чек из автосалона садник на бледном коне не дешевый тюнинг что еще я тут могу найти да там огромный там все чуть ли не миллион долларов дорог дорого же иметь машину в америке у них базы по всему городу жетон и бас теперь а то есть у нас помимо строек физка появились жетоны бас на санец легенды окей отфильтровать можно приятно что здесь сделали не как вас ассасин слит юнити например потому что не хочу что все отображалось включая основное задание приятно что они сделали не как в юнити может в юнити с самого начала игры там иконок и на карте столько что ты не знаешь что делай ты просто смотришь на карту офигевая что типа а как мне разобраться во всем овся намного серьезнее похоже у демонов целая армия это ясно из их нападений было понятно что их не пять человек паучок ух ты не так не лето просто китайцы не уверен что конкретно я ожидал но точно не это старайтесь не подниматься в воздух хорошо я что я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб отборна нет но у меня есть зацепка вместо под названием садик на бледном коне хлопаньки для добивания в раз ну там где-то два сегмента концентрации на фигасе трудно так надо что-то придумать там уже еще робот паук я не понимаю правда где этот враг скрутон черт возьми да вот это вашей от самая скучная а так круто зареплять мордаке не скрутом я не знаю игрок описать круто какие-то монстры нифига не но слизи чуваки разваливается на пару до серебряная птица мы спускаемся на точку еще один ты я кто оружие бою что ты новая физка ребята так дела в нашем городе я делаю может сначала расскажете кто вы вообще такие код чп1 код чп1 ждем указаний код чп1 принят есть контакт ждем серебряную птицу так это интересно как эффектно 8 из 10 9 из 10 отпусти он работает с нами юрий может объяснишь это сильвер саболинова глава особо линтернешнл частного агентства ее нанял мэр осборн а у мэра есть ручная армия вмешаешься в другой раз я не буду столь добра иди все потом интерес что же в команде появилась новая девочка это интересно это очень интересно мне нравится так прокачка удар по земле пока нельзя хочу это вкачать чтобы уже закрыть задание с научными станциями и как бы больше о нем не вспоминать так преступление обычные кстати во многих районах я уже довел до собственно логического финала преступления демонов нету снова в этом мы кстати больше всего вводимся в финансовом квартале но если подумать так ребята может быть что у нас по сюжетам задание тайные планы привет прости за все эти дела с соболем все случилось так быстро не успела сказать все в порядке мы все равно друзья мы не друзья ты разбиваешь мне сердце короче мэр полностью доверяет соболю мы проверили тот адрес что ты дал собрали много доказательств по пути взрыва но ничего на мартина ли я работаю пойдем человек этом же я нашла информацию о других активах мартина ли у него собственность по всему городу эти места соответствуют карте которую я нашел в той транспортной компании я проверю сообщай обо всех находках а я соберу факты воедино договорились я направлюсь в офис ли в пир чтобы понять почему он так поступает и что планирую делать дальше нет у ли одна единственная цель норман осборн может быть потому что осборн сделал многих людей бедными или тип то или то что он осборн отнимает у людей типа вот у октавиуса может быть в этом дело может быть это мотив демона чё дать примем участие в этом то есть теперь не полиция защищает хочу убедиться что ты все еще свободен пока я не могу тебе платить но я потянул за ниточки и какое-то время мы можем не бояться волков если продолжим работу я уверен что новая версия не привлечет будь готов держу кулачки да так иди сюда это мне что ли чуваки я свой ребята вообще не жалеют у них оружие кстати дико нужно привязать калутины к стене макия остановить этих демонов и . зато было весело именно зато было весело чуваки чё ж вы такие зли ладушки что же пойдем дальше я не хочу делать одно одно видео по захвату всех бас демонов потому что не слишком интересно ну как по мне так что пожалуй там просто боёвка будет и все чего хотите поэтому мы отправимся на сюжет потом надо кстати кота октавиусу блин там опять преступление нет покоя грешной души что такое но приятно что нам помогают тебя задание стали проще три игрок а вы кто террористы или преступники так сразу и не поймешь черт возьми еще какой там задание было все пропустил дурон паучок помогай хочу мощную паутинку полная концентрация женьки мини ловушкой что я себя прям в тебя стреляю мини-мини ловушечка менте понравится сто процентов да жалко нельзя двоих сразу по цене она хе хе выявлялся с крыши два человека пока не благодарите соболята хотя стоило бы именно стоило бы не ценят люди тяжкого паучьего труда так хорошо давайте уже внутрь пока не случилось еще преступление они тут случаются по сути в этих районах пока ты все не выполнишь то есть задание не бесконечные они имеют конец и они все разные здесь нету процедурно генерируемых заданий в том плане что я даже проверял я перезагружал сохранение и раз ты за главную пока мистер или нет кто делает твою работу они все уникальны я но помощь мне не помешает есть кандидат? вообще-то да его зовут Майлз Моралес откуда я его знаю? это его отца награждали в ратуши я говорил с ним на похоронах он очень не глуп просто у него трудные периоды знавала я такого мальчика помню работа мне помогла вдруг ему поможет вот номер его мамы да я ей позвоню а от мистера ли не было новостей а? нет а что? да просто у меня есть еще время до работы пойду осмотрюсь может быть где-то смогу тебе помочь а ты не обязан я знаю я сам хочу надо проверить офис ли надо проверить офис засранца так давайте все осмотрим может интересно что найдем тебе помочь с овощами? я давным-давно поняла что тебе лучше держаться подальше от кухни так ну тут не видно как она нарезает морковь вот вот знаете будущее видеоигр это когда ты будешь видеть прям такие детали как нарезку морковь интересно ребят все еще играют в шухматы это все та же партия или уже другая? глаза слепаются устал от побед в смысле устал от моих побед? привет айлин мы сказала вы с дочерью встретились да она боялась что я погибла при взрыве хочет пообщаться не знаю раньше не складывалось не надо торопиться доверие сложная штука я уверен все получится здорово если все сложится ага здорово конечно смотрим что у нас тут по дороге эй что? у-о-о у-о-о у-о у-оо у дома мусора черт возьми да я в порядке только мусор убирать надо много потрепала а у тебя как дела? неплохо Твоя тетя помогает мне подготовиться к собеседованиям. Не знаю, создана ли я для работы в офисе. У меня бывали проблемные работы, но не попробуешь, не узнаешь. Дерзай. Ладно, пошли искать мусор, ребята. Питер Паркер, мусорщик. Мне кажется, в этой игре мы занимаемся всем, чем угодно, кроме спасения Нью-Йорка. То есть, спасение Нью-Йорка это вообще доп-задание. Большое-большое доп-задание всей этой игры. Первое и основное задание игры — убрать мусор. Например, вот мусор. Да, спасибо. Иисусу тоже спасибо. Все, оббегал, третью кучу мусора не нашел. Может, он потом появится. Паучьи силы? Так, ребята ушли. То есть, я тут один, и по идее, никто не увидит. Если я... Этот костюм Петера Паркера, как я говорил, ух ты тут проводка была у вас голая. Никогда не видел этой комнаты. Хм. Как же нам войти туда? Так я могу только осмотреть, я не могу выбить решетку. Пёрт возьми, как же быть? А, тут автоматом переключается, ну-ка. Что это? Вот. Высоковышенные провода. Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора в офисе мистера Ли, а туда, ну, не попасть. Я перезвоню сразу, как получу информацию. Нет, я не знаю, когда точно. Черт возьми. Мистер Ли. Что бы сделал, Бен? Все здесь вспоминают, Бен. Все такие, а шо бы сделал? Кстати, вот мы здесь не были. Давайте пойдем. Ну и что? А вдруг я тут пасхалочку найду какую-то? Черт. Я чувствую, это будет использовано в будущем. Не может просто так здесь быть такая вентиляция. Я все жду нападения на этот пир. Потому что, ну черт возьми, рано или поздно должно произойти. То есть не зря же здесь эта вентиляция. И было бы еще прикольнее, если бы к концу игры раскрывалась личность паука, и он без маски бы бегал. Ну, в какие-то моменты. Вот эти офис мистера Ли. Я не знаю, почему мы до тех пор... А, мы его уже не знаем. Мистер Ли. Кстати, это же по-моему реальная фотография. Родители Ли. Графика. Похоже, в рамке замочная скважина. Я думал, родители Ли отказались от него. Зачем хранить память о тех, кто тебя бросил? Потому что, может быть, они его не бросили. Рассказ о призраках, которые отец Ли читал ему. А демоне, которого можно обуздать только самоконтролем. Умнее, говорил старик. Только равновесие может обуздать силу демона. Без него чудовище сокрушит любого, кто попытается его подчинить. Ясно. То есть, Ли пользуется силами какого-то духа. Я так много сделал для Нью-Йорка. Не верю, что внутри него таилось столько зла. Ну, на самом деле, так обычно и бывает, что злой человек делает добро, чтобы скрыть свою натуру. Такое часто случается. Это вполне нормально. Можно почитать дневник. Уверен. Он от замка в портрете. А, читать надо самому. Это интересно. Тут очень мало записок, поэтому я прочту. Вилсон физк арестован. Не могу поверить. День, которого я ждал, который мечтал. С запутавшимся. Как будто он и не хотел так поступать. Наконец наступил. Но меня гложет сомнение, смогу ли я пройти через все это. Стоит мне сказать слово, и все начнется. Мои люди заберут оружие Фиска, его взрывчатку, его секреты. И мы используем все это, чтобы преподать Норману жестокий урок. Он узнает, каково это, собственными руками разрушать то, что любишь больше всего на свете. Но ради этого придется пожертвовать многим. Если мой план увенчается успехом, все, что я создал в пире, все добро, которое я принес городу, пойдет прахом. Мой час настал. Меня терзают сомнения. Может быть, повернуть назад. Часть меня хочет именно этого. Но демон голоден. Сомневаюсь, что меня хватит сил его воздержать. То есть, может быть, это не лисам этого хочет, а все-таки на него давит его темная сущность. На фото на алтаре нет картины. Значит ли это что-то? Или же это дичь? Тут ничего интересного. Дорогая Мэй, скоро ты услышишь обо мне много неприятного. Меня назовут убийцей и террористом. Это будет правдой. Но и история пира, которую мы писали вместе, это тоже правда. Хочу, чтобы ты знала. Я всегда верил в наше дело. Ты и правда заботился о Мэй. Это не было предворцем. Я делал все это по велению сердца. Помогай одному. Ты помогаешь всем. Не хочу, чтобы мои поступки поколебали твою убежденность. Ты сильная, Мэй. У тебя хватит всем написать новую историю пира, не обращенную моими грехами. Спасибо тебе за все, Мартин. Интересно. То есть он, ну это понятно, он не совсем злой. Он просто хочет отомстить или преподать урок. Какой-то замок с секретом? Я думаю, что... Так, так, а как? Так, окей, назад. Взять вот это. Надо посмотреть на картинке, как это выглядит. Потому что здесь я не уверен. Надо фоточку заценить. Так. А, мы должны сделать символ инь и янь. То есть вот так вот все это должно выглядеть. Окей. Символ инь и янь, дамы и господа. Символ инь и янь. Так, повернуть. Давай, давай поворачивай. Блин, получается, что белое зависит от черного. Окей, значит, берем черный и начинаем крутить черное. Да, вот так. Так, значит, здесь все правильно. Потом крутим вот это. Сейчас. Символ инь и янь. Как бы сказать, метафорично. Как метафорично. Так. Ага, ясно. Ага, хуясно. Так, хорошо. Да. Победа. Там что-то светится справа. Вспышка. Что ты прячешь, Ли? Хочу в первую очередь вот это осмотреть. Маска. Ли помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя. Притворялся демоном, пока не стал им. Нет глазниц. Вот что странно. Или они какие-то скрытые. Или давал свои силы другим. Как Ли наполнял это своей силой? Биоэлектрическая индукция? Фазовый сдвиг? Паркер. Меньше вопросов, больше науки. О, это папка, которую MJ нашла на аукционе. Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Пока я не понимаю. Какая-то крупная атака, как мне кажется. Может быть язерная бомба или типа там. Не ясно. Что это за... Классно, конечно, фотографии, ничего не скажу. Так, а здесь сзади ничего нет. Надо все проверять. И голосовое. Сила растет, впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, нужно стать им самому. Понятно. Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Так. Как странно играть за Паркера, шуха. Так. А второй-то где щиток? Один есть, но я не вижу второй. А, вот он. Ну то есть, без суперсилы здесь никак не пройти. Если бы это нашла полиция или Мэй, даже думать не хочу о последствиях. Все бы умерли. Смерть. Ловушки Ли мы выбрались. Здесь, я как понимаю, инфа про Нормана Олсона. ...через решетку в полу. Этой статье десятки лет. А скорб тогда только основали. Ли следил за Улсоном Фиском. Пытался понять, когда тот падет. Угу. Потому что он знал, что ему нужны были ресурсы, но взять их можно было бы только у Фиска. А если бы Фиск был на месте, он бы не дал. Так, как мне отсюда выбраться? Он бы не дал украсть все у себя. И была бы война банд. А Ли этого не хотел. Хотел, чтобы было попроще. Умно. Умно, понимаете. Знаете, пока твоего противника победят другие. Привет, Питер. У-у-у, все ясно. Мистер Ли. Я думал, вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Мартин, ты здесь. Я возьму. Спасибо. И скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Питер был там, но ему повезло. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют. Думаю, вам с Мэй вовсе не о чем тревожиться. Если будете держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Когда вернешься? Когда закончу. Ну, они уже поняли. Ну, контроллер на стол положил. Стойте, стойте. Он профил гопников. Чтобы он не пошел за ним. Я думаю, Лид понял, что я и есть Человек-паук. У меня есть такое чувство некое. Капитан Ватанабе. Я, наконец, нашел доказательства. Они в центре пир в китайском квартале. И что я там найду? Милую даму по имени Мэй Паркер. И кое-что очень странное в офисе Ли. И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил. Но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Звучит разрушительно. Что это? Вещество, созданное в Аскорб. Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Если доказательства стоящие, объявлю его в розыск. Хэмджей, привет. Я просто так. Питер, привет. Можно я перезвонить? Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Может, поужинаем вместе сегодня? И меня? А, конечно. Могу приготовить. Круто. Пока. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Ли? Думаю, я только что видел его. Где? На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только их глаза светились. И я вспомнил, что Юри говорила мне что-то подобное об охраннике, выпустившем Шокера. Так Шокер и правда работал на Ли? Тут все взаимосвязано. Есть еще кое-что. Но лучше расскажу уже за ужином. А, пока. Чего же она шепчет? У нее там совещание. Что мне приготовить? Что-то у меня такое чувство, что, может быть, Мэри Джейн схвачен или следит за кем-то из отряда Ли, скажем так. Я решил, ребят, разнообразие. Привет, доктор. Как дела? Паркер, чудесные новости. Жду тебя. А, типа, сейчас? Это твой момент тысячи. Так хочу показать тебе. Круто. Но меня тут на ужин позвали. Может, позже? Ужин подождет. Ты должен это увидеть, Питер. Ну, ладно. Сейчас буду. Ну как сейчас? Я на другом конце горну. Если снова нанят на работу, пожалуй, заскачу. На минутку. Пуган. О, Джон, они прям все сговорились. Я считала, что вы склонны к преувеличению, но после взрывов радуши я поняла, что вы были правы. Мне многие это говорят. Поздравляю тебя. Но мне не нужны поздравления. Я бы очень хотел ошибаться. А еще лучше, чтобы сильные мира сего услышали меня раньше и здесь. Делали что-нибудь, но они не слушали. Юрия, я смотрю на стройку фиста. Тут много рабочих, но работа не движется. Ты просто ее не видишь. Свою работу они скрывают. Поищу под корягами. Рабочих? Хоть не рабочих, а то твою мать вооруженные засранцы. Какие-то рабочие. Петь. Ну то чего, бобов, все. А что я себя бомбу в них кину? Я считаю, это наш шанс показать себя. И может пойти на повышение. Ну, что же здесь ничего. Из чего сделана эта дрянь? Нигородное воображение. Черт. Блин, ну касс надо было врубить способность к тишине. Я не подумал. Черт, не, они не запалили. Очень странно, кстати, название способности гонка вооружения. Или мне одному оно кажется странным. Разнообразие, ребята. Небольшая драка, чтобы разнообразить жизнь. Так, чуваки здесь теперь на взводе. Только на что их вешать, непонятно. Не на забор же. Так, здесь есть засранцы, которые не пропалят ничего. Мини-ловушка. Неинтересно, а паука что, прям внутри солдат находит это? Заметили, да? Все, чуваки, к сожалению, палим. Гонка вооружений, давай, включай. Мы должны его остановить. С людьми физка вообще уже редко деремся, потому что их просто нету по сюжету. Просто чуваки, чувакам, Найдск, уже не надо это. Вообще, это круто, так ли лепишь на одного свою, как бы, свою фигню, вот эту ловушку. И она в итоге взрывается просто от того, что рядом кто-то есть. Опоздаю на нашу супер-вечеринку. О, да. Вечеринка получего масштаба. Кстати, а рейпан взялась, по-моему, мне в лицо. А где моя подмога? А, ну да, меня ж никто не любит. О, мстители. С бочкой мы прям подрались в троёх. Человек-паук. Мои источники сообщают, что в том районе ходит много необычного оружия. Взрывчатка, гранатомёты. Физку не не доставать то, что обычно бывает только у военных. Надо держать это подальше от улицы. Любой сыной. Чёрт, возьми. Надо подбросить воздух и чё действовать. Какая же площадь, я тебя не живу. Ай, больно же. Трупа поддержки. Знаете, поддержка бывает разная. Можно просто говорить, молодцы. Как оружие у них видно? Чёрт, возьми. Это за щитом. Так будет попроще. Не, давайте ему поднять вас. Попа. Далее. Ребята, вот что-то развелось. Это даже трогательно. Рветесь в тюрьму поближе к бошу. Он упал, уже раздражается. Попа. Попаньки. Так, у этих, у гранатомёта, по-моему, вытаскивать ещё не умеем. Потому что я это не вкачал. Я в итоге другие скиллы качал. Не, ну и правильно. Нормальные скиллы качал. Так, ещё одна, ещё один чувак с пушечкой. И всё, победа. Да, попробуй. Опа. Сейчас слепанули. Да, 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 да. Не ходит скрутиться, как манёшь. Сейчас покажу, смотри. А кто-то ещё есть? Фу, нету никого. О, да, это была сочная победа. Тайны главаря. Я упаковал парней Большого Уилли с оружием, как рождественские подарки. Ну, ты же носишь красный костюм? Другого Санта-Клауса мне и не надо. Спасибо. Сколько стройок физка ещё осталось? Ни одной. Ему пришлось срочно завершить всё, чтобы получить деньги. Что ж, теперь ему нелегко будет проворачивать свои делишки. Что плохо для физка и хорошо для Нью-Йорка. Пришлось сделать вывод средств. Полагаю, ты доволен собой. О, да. Вилли, слушай, я как раз был у одного из твоих зданий. И, страшно сказать, там творились всякие гнусности криминального толка. Короче, твоя стройка закрыта. У меня есть другие источники дохода, но ты доставил неудобства и заслуживаешь наказание. У меня длинная память, а руки ещё длиннее. Надо заставить всех, кто поклялся меня убить, провести между собой турнир. Это, да, возможно. Что же. Получается, здесь всё. Окей, ребят, на этом серия окончена. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Евгенушка. И до следующей серии. Всем пока. Ставьте пальцы вверх, поддерживайте. Мне будет приятно, если вы это сделаете. Субтитры сделал DimaTorzok